Муж мудрый, в силе, и человек разумный, крепляет мощь свою, ибо обнувано будешь вести войну свою, и помощь в силе советников. Высокий для глупого знания, не открывает он таз своего в воротах. Я пока думаю, что мы остановимся и начнем постепенно разбираться с помощью мальбима. Говорит Шлома Меллах на Лошона Кодыши. Гевер хахам баос в ищ дат мааметскох. Ну, перевод более или менее уже дан. Мааметскох объясняет мальбим в переводе слов. А, нет, пока это не стоит. Секундочку. Говорит мальбим. Гевер хахам баос. Человек сильный баос. Как перевел он баос, я уже забыл. Это перевод муж мудрый в силе. Он перевел как сильный. Человек мудрый, он в силе. Объясняет мальбим. Мишекебель хоккейга хохма. Тот, кто принял законы мудрости. И идет по тому, как мудрость указывает. Это гедр хахама. Это определение слова хахам. То есть хахам. Это тот, кто принял законы мудрости. И все его поведение, оно обосновано, обусловлено законами мудрости. И это объяснение того, что называется человек, который хахам. Гугавер баас. Это человек сильный. Ты уже знаешь, что можно сказать, что слово ос бе. Ос это в силе. Слово ос переводится как словом сила. Сила состоит в том, что он игабер оле эвав. Перевод слова сила, объяснение. Это человек побеждает своих врагов. Ганефиш, врагов, которые находятся у него в душе. Кто такие враги его души? Это таавот в Ейцерейгалев. Это различные виды. Тайвы, вожделения. Извините за выражение. И Ейцерейгалев, то есть Ецера. Который Ецергора, который находится, дурное начало, который находится в сердце человека. Ки их нео там бы кохахохма шалькебэль. Мудрый человек, его сила заключается в том, что он эти виды, виды мудрости, ему помогают лерахния, то есть победить те, сейчас секундочку. Он может с помощью мудрости победить через силы, которые он принял, через мудрость, которые он принял, победить свои таавот. Улам, однако. Бекользе, тем не менее, ло-е-амидс-кохо. Он не будет увеличить свою силу. Я-амидс, э-мэц, это тоже сила. Хазак это сила, кох это сила, э-мэц это сила. Но немножко есть разные оттенки, сейчас попробуем с ними чуть-чуть разобраться. Тем не менее, его силы не будут расти. То есть, э-мэц, понятие, это то, что остается постоянно без изменения. То есть, то, что человек получает, приобретает, и это остается с ним постоянно без того, чтобы меняться. И это невозможно посредством хохмы только, потому что е-цар постоянно находится в войне с человеком, с сердцем человека, с его желаниями. Так что, законы мудрости непонятны в соответствии с тем, как они ощущаются. То есть, есть разум, есть мудрость, есть ощущения. И ощущениями сразу невозможно постичь понятие мудрости. И иногда побеждает е-цар, и начинает как-то вот закрываться глаза ощущения, глаза сердца. И человек, который даже приобрел мудрость, и это мудрость сердца, поскольку ощущать то, что он делает мудро и правильно, ему тяжело, то получается, что вот такие вот проблемы. Но человек, который иш-даат, человек, который не просто иш-хахам, не только гевер-хахам, сильный своей мудростью, хохмой, но еще у него он человек, в котором находится даат. То есть, он достиг такой ступени, что он знает законы мудрости настолько, что это входит в его ощущения. Мы много раз говорили, что даат отличается от хохма и бины, это основное как бы то, основное то, что требуется в понимании даат. Это то, что даат – это четкий хибур, четкое стопроцентное соединение мудрости, которую человек принял, которую он обработал своим разумом. Я просто много раз говорил, поэтому я говорю очень коротко. И это превращается в такое понятие дата, что он находится, бахибур, в соединении с теми поступками. То есть, все его ощущения и поступки вытекают из дата. Их невозможно разделить. Если человек, который иш-хахам, то у него бывает ситуация, что он понимает, но делает не так, как он понимает. Он может себя убедить, но может иногда с этим не справиться. Дат – это когда первая реакция и первое ощущение, она руководится разумом настолько и своими знаниями настолько с человеком, что все его желания, все его ощущения подчинены понятию дат. И тогда он яомит с коахтомит, у него сила будет постоянно очень большая. Велоид габро айвай нефиш бешум пам. И враги его души не смогут его завоевать никогда. То есть, это будет на таком уровне, что технически невозможно будет Ецар-горе победить человека, у которого есть полный стопроцентный дат, знание того, что произошло. Проблема в том, что наше знание всегда находится с некоторым ущербом, поскольку с тех пор, когда Адамаришон и Хава кушали от дерева познания добра и зла, у них был перекус. И после того, как они ели от этого дерева, то теперь дат всегда находится с некоторым бгамом. У нас есть датов в и датра, которые, баирбувия, которые перемешаны настолько, что ощущения не управляются полностью датом душа, датом святости. И поэтому у нас есть возможность в рейхе Тимца, возможность каким-то образом согрешить. Но человек, который вышел на уровень, когда его хохма перешла из разряда хохма и бина в разряд дат, то в этой ситуации все его медот, все его качества подчинены исключительно этим знанием. Я не знаю, насколько то, что я сейчас хочу сказать, поможет понять, но тем не менее попробую это сделать. Не уверен, что это удачный будет такой, даже не пример, а именно вот удачное объяснение. Мы знаем, что основное понятие хохма, бина и дат, это не человеческое, разум, который человек воспринимает какую-то информацию, обрабатывает его, приводит на систему дат. Все это мы объясняем как некая машаль, для того, чтобы объяснить пример, для того, чтобы объяснить понятие хохма, бина и дат, которые есть у Акоды Жбарву, те три верхних сферы, через которые Всевышний управляет абсолютно всем, что создано и проявляется во всем, что есть, другого проявления, кроме как через сферот у нас нету, через его медот, качество, медот обычно называется семь нижних сферот Всевышнего, мохин разумом называется три верхних сферы, которые существуют. И вот возьмем в одном из возможностей это объяснить, есть объяснение хохма, бина и дат, три верхних сферы, которые есть. Хохма – это получение, мудрость Творца, который находится на состоянии как бы такого, что еще не может быть воспринято человеком. Бина – это уже некая перут, некие частные кусочки этой информации, который человек уже может, он может быть не может их понять, но уже может задать вопрос, он о Мэтла Шейла, там возможно задавать какие-то вопросы, какое-то минимум понимания возникает. Дат – это то соединение хохма и бина Всевышнего, из которого происходит дальше на уровне принятия этой медот-дат, и она выходит, расщепляется на две меды, из которых растут все остальные медот-качества, которыми Творец проявляется в этом мире, это качество хэсет и качество дина, поскольку это две противоположных, два противоположных качества, две противоположных меды, которые совмещаются, и разные виды их совмещения – это и есть все остальные медот. Когда мы надеваем тфелин, буква шин, которая написана, те, кто надевает тфелин, видели, что буква шин написана на головном тфелине, она с одной стороны, с правой – это три ножки, обычная буква шин, как всегда, вот так вот растут три ножки и регель, то, что находится внизу. С другой стороны, с левой стороны, альпикабола, как пишет Мишна Брура, альпикабола шин имеет четыре ножки, то есть не три, а вот так вот четыре ножки, то есть первое – это хохма-бина, это две первых ножки, и второе – дат, который с одной стороны – это одна ножка, с другой стороны – это две. Что означают эти две ножки? Во время принятия датам хохма и бина, одна ножка, одно направление, один вектор, который принимает эти две самые верхние сферы, а куда же другую, и преобразует третью. Но когда она выходит наружу, проявление ее, это двойное проявление, поскольку из нее растут все медот, которые существуют, то проявление хэседа и дина, это растет из даата, поэтому даат, с одной стороны, принятие его хохма и бина – это одна меда, передавание, оно передается в двух направлениях, хэсед и дина, из которого растут все остальные медот, которые существуют в понимании того, как Всевышний проявляется, проявляет себя, управляет себя в мире. Понятно, что у человека это не совсем то же самое, но, тем не менее, поскольку мы созданы по образу и подобию Всевышнего, и это свобода выбора, и это влияние, которое мы получаем, которое мы передаем, воздействие, которое есть от человека на мир, поскольку человек – компаньон Всевышнего в доделывании мира, то дат человека, после того, как он получил хохму сверху от Всевышнего, это хохма Торы, после того, как он ее обработал и сделал все выводы, которые нужно делать, и это медат бина, перут, детализация того, что произошло, после этого, если человек, митхабер, соединяется с тем, что он получил от Творца и обработал, эта информация Тора становится частью ее, то это значит, что он знает Тору, то есть знание, в данном случае понятие знания, это понятие соединения на таком уровне, что хушим, его чувство, становится полностью регулируемым вот этим вот медой, качеством, которое называется дат, которое есть у человека, и тогда более понятен пасук, что гевер хохамбос, человек, у которого есть хохма, у которого есть знание того, что дает ему Всевышний, он находится в силе, и этой силы достаточно для того, чтобы сила Торы помогла ему противостоять Ецар-горе, которое находится, Тайве, которое находится и так далее, и помогла ему бороться с ней, и в принципе у него есть потенциальная возможность одерживать победу. Но этот человек находится в состоянии, когда Ецар может встать и восстать, победить в каких-то направлениях и так далее, потому что хохма оторвана от ощущений. Хохма, которая соединяется с ощущениями, это только в тот момент, когда через бину хохма достигает уровня дат, это более низкий уровень, потому что хохма находится много выше, но она и много менее понятная, хохма Всевышнего. В тот момент, когда она становится датом, и дат Торы входит внутрь человека, то он начинает мыслить не только разумом, но и ощущениями. Я не говорю, что все время надо идти на поводу своих ощущений, я имею в виду сейчас, что этого человека в тот момент, когда возникает какой-то вопрос, то он сразу же обращается к своим знаниям Торы, и это чувство его требует обратиться к этим знаниям. Поэтому такой человек, Ямит Скоахтамит, у него будет постоянная сила борьбы с Таевой и с его ицарем. Я уже говорил наверняка, но поскольку здесь речь идет о борьбе с Таевой, то надо это еще раз немножко сказать. Существует такое... Человек сотворен из двух частей. Одна часть духовная – это душа, другая часть материальная – это тело. Человек создан из этих двух противоположностей для того, чтобы у него была постоянная борьба между понятием яцарготов и яцаргора, который выражается в неком соревновании между духовной и материальной частью. Духовная часть – это душа, которая хочет соединиться с Творцом, у которой интересы невероятно духовного уровня через Стору, Митцвот, соединение с Творцом. И материальная часть, которая выражается в основном через Таеву, Хэмду, о которой написана первая часть книги Мишли, первая Мишли, про двух нашим занод, Таева и Хэмда, которые приходят и Шазана, и Шазара, которые приходят к юноше, соблазняют и так далее. Это материальная часть мира, которая соблазняет человека, одеваясь всегда в какие-то праздничные одежды, одежды Митцвы, для того, чтобы на самом деле увлечь человека в сторону Таавод, в сторону материальности. И вот борьба материального и духовного – это на самом деле вся человеческая жизнь, когда он находится в этом мире, Алла Мазе, и этот мир является соединением духовного и материального на том уровне, что в общем и целом в этом мире материальность властвует над духовностью. Это то, о чем я уже неоднократно шутил для людей моего возраста, которым эта шутка очень ясна и понятна, потому что в институте, в школе нас долбили тем, что бытие определяет сознание, высказывание Маркса. И проблема в том, что когда это происходит, а это чаще всего происходит в этом мире, то это катастрофа. Потому что мы созданы для того, чтобы подчинить сознанию наше бытие, нашу материю. Отнюдь не против материи. Материя необходима в этом мире. Но она должна быть подчинена сознанию, духовности и службе Творцу. Достигнуть этого уровня можно, но это целая авойда, целая работа, которую в общем, так или иначе, к сожалению, полностью реализуют очень немногие. В связи с этим, поскольку мы находимся накануне Рожашоны, я не знаю, когда этот урок появится, так сказать, в эфире, но поскольку мы находимся сейчас накануне Рожашоны, то я хотел бы обратить внимание на одну вещь. Вещь, которая как бы мне, не могу сказать, что она мне очень мешала, но вот как-то вызывала некоторые мысли. До тех пор, пока кто-то меня не спросил, я вынужден был для того, чтобы ответить, порыться в каких-то книжках, чтобы найти ответ. Это иногда очень помогает. Потому что самому, даже если интересуешься чем-то, то знаете, такое есть качество лень, еще что-то отшиваешь от себя, этот вопрос убираешь. Но когда он был поставлен уже более ребром, мне пришлось что-то такое вот найти. Вопрос был очень простой. Рожашона одна из таких далеко не основных, мягко говоря, далеко не основных частей Нового года, это когда мы вечером делаем трапезу и берем всякие симоним, всякие вещи, которые являются симаном, неким, как симан перевести, знак, знамением, некоторым знаком того, что мы делаем. Например, мы окунуваем, не окунуваем, а окунаем, мы тавлим, окунаем кусочек яблока в мед и говорим, и рацион, и елиш она тавау метука. Будет угодно перед Всевышним, что этот год стал бы для меня годом хорошим и сладким. И вопрос, который мне задали, в общем, звучал примерно таким образом, что Рожашона день суда. Основной суд, который происходит, это то, насколько я преуспею. Ну, это не основной суд, один из элементов этого суда. Я не хочу сейчас входить в то, что такое основной суд. Он более высокого уровня, но есть деталь этого суда, где выясняется, на каком уровне в этом году поставить Всевышний человека в его овоиде, в его службе, то есть, в его конфликте между материальными и духовной частью. Человек должен стремиться, это его работа, и в Рожашоне, это, в общем, одна из молитв, в которой мы молимся, чтобы открылось Царство Всевышнего, чтобы я участвовал в раскрытии Царства Творца, то есть, чтобы мои духовные начала победили мои материальные начала. Другими словами, если возвращаться к нашему посудку, хохма и даас, они должны дать такие силы душе, чтобы она смогла победить материальные наклонности тела. И вот в это время, когда решается, на какой уровень поднимется моя душа, и насколько я смогу поднять свои потребности, души выше, чем потребность тела, и подчинить материальное духовному, что, безусловно, крайне тяжелая вещь, возможно, только с помощью Всевышнего, в этот момент я беру кусок яблока, окунаю в мед, и прошу Всевышнего, чтобы вся жратва, которая жрала в этом мире, была сладкой для меня, вкусной для меня, если перевести на русский язык, то я прошу о том, чтобы еда или жратва, как хотите, так и назовите, тайба, которая у меня есть в этом мире, она была как можно больше удовлетворена, и мое материальное начало преобладало над духовным, чтобы им было очень хорошо, и я думаю, именно о материальной части, нет ни одного рациона, который я говорю на первый взгляд, где я прошу чего-то духовного, хорошего года, сладкого года, чтобы еда была вкусной. И это немножечко странно звучит, если не сказать больше, что в рожа шона, когда решается, каким будет год моей жизни, когда решается пропорция между материальным и духовным, я прошу побольше меда, побольше яблока, дальше всяких других вкусных вещей, и побольше, побольше. Немножко напоминает старый анекдот, короткий, о том, как человек приходит к врачу и говорит, доктор, дайте, выпишите мне, пожалуйста, лекарство о жадности, и побольше, побольше. Это примерно то, что мы делаем в рожа шона, когда просим, что на тава метука. Я не планировал, и не планирую сейчас сделать урок по поводу симоним, это отдельная тема, которой можно заниматься довольно долго, но это просто явно связано с тем пасуком, о котором мы говорим, когда мы просим хохму и даата у Всевышнего, когда мы говорим, что хохма и даат, то есть разум Торы, это единственное, что может дать силу для того, чтобы бороться против Ецархаре, о которой, на первый взгляд, Таевы, о которой мы и молимся в Рожа шону во время трапезы, и в общем, в основном, все Макзоры начинают с этого молитвы трапезы Рожа шона. Царихию требуется немножко понять Рахиба Майаскина, чем мы тут занимаемся, о чем идет речь. Ответ на этот вопрос я прочитал в книжке Равцода Коэна, ответ очень простой, на самом деле, можно было самому сообразить, но так вот случилось, что я не сообразил сам. Равцода Коэн пишет довольно четко и просто. Во-первых, надо начать с того, что начнем так немножко странную вещь. Я думаю, что все более или менее знакомы с христианской мифологией, извините, пожалуйста, за пример, в котором сказано, что когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, то это было яблоко, которое они надкусили. И вот яблоко, которое они ели, является таким вот образом зла, которое вошло в Адама и Хава. Я сейчас вот пока это говорил, я вспомнил, я как-то на одном из уроков здесь это рассказывал, но повторюсь, ничего страшного, что на одном из семинаров, в котором я был прям лектором, работал в Подмосковье, помню, даже место, Пушкино, там была столовая, которая, ну, как-то немножечко страшноватая она была. Во-первых, зимой там было очень холодно кушать, просто мы кушали в пальто, потому как обогрева не было, это был бывший пионерский лагерь летний или что-то такое, и там трудно было назвать хорошие страны. На самом деле, отопление до минус 10 справлялись, но в тот год было минус 25, и они справлялись плохо, отопление. Но, кроме этого, там еще убрано было очень плохо, клеенки были несколько грязные и так далее. Мы по этому поводу постоянно смеялись, периодически кто-то мыл и так далее. И вот кто-то из, ну, тех, кто ходил на лекции, позвал меня, чтобы показать. У меня была там лекция про Адама и Хаву, в связи с чем он меня позвал показать такую вещь. В гардеробе там, мы не пользовались гардеробом, в гардеробе там висела картина. Судя по всему, там много картинок, которые висели раньше в зале, они убрали по причине их некоторой неприличности, чтобы на семинаре они не находились. Может быть, даже кто-то, кто из организаторов семинара убрал до этого. И вот там картина Адам и Хава, естественно, обнаженные. Хава протягивает Адаму яблоко, Адам держит в руках яблоко, а она поливает его водой и говорит, гигиена прежде всего. И вызвало некоторые улыбки у людей, естественно, потому что столовая на гигиену мало походила. Вот. Но идея этого яблока, как оказалось, это не такая идея полностью бредовая. В геморе есть три мнения, что это было за дерево познания добра и зла, виноград, пшеница, тааним, что такое тааним, инжир, и еще одно мнение, что это был итрок. В геморе этого мнения нет, это мнение Медраш Раби, Медраш Раби говорит Раби Аваха, Раба Аваха говорит, что это был итрок. Я сейчас пропускаю, почему именно итрок, и так далее. Но в книге Шлома Амеллаха, другой книги, которая называется Шир Гаширим, Песнь песни, Шлома Амеллах говорит, ган топухим, керея хашем, сад яблочный, как запах исходящий, и так далее. И комментатор, в общем, Медраш говорит о том, что сад яблочный, яблоки это итроким. То есть итрок называется топохом, судя по всему, на иврите, на лошон акодыш, как утверждает Медраш, Раша там на месте и так далее. Топох это любое, любой плод, который растет на дереве, ну вот так, я не знаю, не какие-то ягодки, типа малины, крошечные ягодки, которые бывают, а любой такой крупный плод, который растет, апельсин, лимон, итрок, яблоко, груша, все они называются топохим с какими-то добавками. И в современном мире это уже вошло, как слово топох, причем вошло довольно давно, как слово топох в переводе яблоки, но во время шлома Амелаха, то есть, Балашон Танах, топохом называется любой древесный плод, крупный такой вот плод, который есть. Итрок называется топохом. И говорит Равцодек Коэн, что первоначальная идея есть яблоко, окунутое в мед, относилась к яблоку под названием итрок. Люди окунали итрок в мед и просили, чтобы была шана Тавау Митука. Итрок намекал на еду от дерева познания добра и зла. До того, как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, они тоже кушали. Это был не первый их обеденный перерыв или завтрак, я не знаю, как назовите, ужин. Люди ели, Адам и Хава питались, питались едой очень высокого уровня. Ангелы им жарили мясо, наливали вино, поили, кормили и так далее. Само понятие еды, оно связанное с атрибутом к душе святости. Оно, как любая материальная вещь, создано для того, чтобы быть несколько одухотворенной вещью. То есть, в любом материальном, в любой материальной структуре без исключения есть искры святости, которые Всевышний направил у них тем или иным способом, понятно, это не будем сейчас обсуждать каким. И функция человека в этом мире использовать их таким образом, чтобы они были направлены на душу и тем самым подняты из материального аспекта и все материальное соединилось с духовным и стало частью единого плана творения, которое создал Всевышний. Поэтому любая еда, которую есть человек, та святость, которая в ней есть, те искры, которые в ней есть, он может поднять и соединить со Всевышним. Начиная с того момента, как Адам ел от дерева познания добра и зла, святость и таава перемешалась в людях, и любой человек, который ест сегодня, в нем, даже если он очень стремится подняться на очень высокий уровень к душе, святости во время еды, тут присутствует аспект тайва во время еды и, соответственно, это мешает тому поднятию, которое происходит. Когда мы окунаем яблоко в мед, в лучший трог, окунаем в мед и едим в рожа шона и молимся Всевышнему, чтобы у нас была шана тава у метука, чтобы этот год был наиболее удачный для того, чтобы человек поднял ту святость, которая находится в тех плодах, которые он ест и сделал их моток. Моток не в смысле того, что у меня гортань будет получать минутную или секундную гоно удовольствия от того, как я это проглатываю и это весь мотекут жизни, это предел мечтаний, который есть у человека. Нет. Речь идет о мотекуте, о сладости, которая связана с тем, что так душа, которая находилась внизу, она будет поднята наверх и это называется сладостью. Есть термин специальный, который говорит метукдиним услащение тяжелых законов тяжелого суда. Лемотек сделать его более сладким. Более сладким, это имеется в виду более духовным, более одухотворенным. Таким образом, просьба. Я сейчас рассказываю то, что я прочитал Рафцодак Коэна. У него есть дроша в книге Прид Содак. На хумаш у него есть дроша, где он объясняет немножко про симонию. Может, я что-то добавил из каких-то других мест, это я уже не помню. Но идея Прид Содака состоит в том, что когда мы окунаем яблоко в мед и просим, чтобы у нас было Шенао Митука, мы не должны думать о том, что мы в это время просим Всевышнего о том, чтобы у нас было много и вкусная еда в этом году. Совсем не об этом наша Бакаша. Наша Бакаша о том, чтобы наша просьба состоит в том, что мы просим Творца, чтобы понятие еды было наиболее кадош, было наиболее свято, наиболее освящено и направлено для того, чтобы не Таева руководила нашей едой, а наоборот, мы подчинили материю духовности и сделали этот метук, это услащение материального мира для того, чтобы направить все его накудот на службу Всевышнего. Когда мы сейчас здесь, изучая Мишли, говорим, читаем вот этот вот пасук номер пять, который у нас затянулся немножко, но ничего страшного, то, читая этот пасук, мы говорим о том, что Таавод этого мира мы можем подчинить службе Творцу только одним способом, хохмой, которая переходит настолько серьезно внутрь нас, что она становится уже хохмой на уровне ощущений, то есть становится датом, и таким образом знание того, в частности, вот этой накуды, которая только что сказала, этого аспекта, что все материальное должно быть посвящено духовному, и, соответственно, вся еда должна быть должна быть подчинена Всевышнему, это та коротенькая молитва, коротенький ирацион, который мы говорим в Рожа Шону, там еще есть несколько, но у меня уже, я не думаю, что они настолько связаны с этим пасуком, поэтому не хочу их сейчас говорить, но в этот момент мы управляем своими ощущениями, своими чувствами только в момент, когда да, Тойра, знание Торы, становится икаром сути человека, и об этом говорит Шлома Амеллах, я еще раз считаю пасук, Гевер Хахам, человек, который мудрый, он, Баас, он находится в своей силе, человек дат, его сила становится омесом, она становится настолько серьезной, что, объясняет Мальбим, она преодолевает позывы Яцар Горы, который состоит в том, чтобы направить человека на материальный путь из духовного, и это то, что может с ней справиться. Вот, это такой коротенький секун одного пасука только по мнению Мальбима. Гаон Мивильна говорит, Гевер Хахам Бе Ос, человек мудрый находится в силе, как сказано, Хохма Та Осла Хахам, Мясара Шлетим Ашир Гаю Беир, Хохма, она даст силы мудрецу справиться с десятью Шлетим, слово Шалит, это управляющий, которые находятся в городу, то есть Асара Иварим Шебегуф, десять основных органов тела, которое есть в человека, в человеке, они управляют человеком, и каждый из них у него есть свои желания, они напоминают Эсарат Сбаот десять пальцев, которые есть у человека, и все это то, что находится снаружи. То есть наружные органы человека, которые дают ощущения, дают какие-то требования, ну, я приведу пример, все десять я не буду разбирать, но Гагру их просто не пишет, поэтому я не знаю, смогу ли я все десять разобрать, я не думал на эту тему, но, например, у нас есть кусочки истории не следуйте вслед глазах и всех вслед сердцам вашим, которыми вы совершаете авэру знута, прелюбодеяния, следуя за ними. у нас существует определенное количество органов человеческого тела, которые отвечают за тавод, которые находятся во внешнем мире. Эти органы чувств и тела, это в первую очередь глаза и сердце, глаз очень сильно связан с сердцем, мы уже два или три раза говорили, поэтому я сейчас не буду входить в Агаду, я только напоминаю Агаду про Александра Македонского, которым был выброшен череп из ворот Ганедана, и Александр Македонский положил этот череп на чашу весов, и все, что он сумел награбить, завоевать, все, что у него было, оказалось, что череп тяжелее всего, что у него есть, он ничего не мог сделать, никак не мог это объяснить, пока мудрецы Израиля не сказали ему насыпь в место, где глаз находится у черепа, песок, он насыпал песок, и тут же золото перевесило этот череп, и объяснение этого мудрца очень простое, что все время, пока человек что-то видит, сколько бы у него не было, у него всегда есть хемда, стремление получить больше, ему никогда не хватает, человек, который есть 100, он хочет 200, есть 200, он хочет еще, нет такого, чтобы человек был удовлетворен той частью мира, которая у него есть, той материальностью, которая у него есть, несмотря на то, что человеку в принципе хватает, по-настоящему хватает очень немного, но мы знаем, каждый из нас знает по себе, что чтобы хватало, такого почти никогда не бывает, а если еще у другого есть больше, то это вообще катастрофа, тут еще включается зависть и так далее, и вот есть 10 органов чувств, которые есть у человека, внешних, которые делают так, что человеку всегда мало, да, входит и зрение, и слух, и все еще органы, которые отвечают за половое влечение и так далее, но не бывает так, чтобы человек удовлетворен был чем-то, руки все время пытаются стащить, ноги пойти куда-то и так далее, 10 органов человеческого тела, они связаны с желанием человека материальности, и все это человек бежит, требует, он не может стоять на месте, он все время двигается, и вот человек, который хохам, и у него есть силы, то эти силы, хохма, дает ему силы, для того, чтобы не соблазниться, на него не подействовали эти 10 направлений, которые могут возникнуть в сторону химды и таавы, о которых мы говорим, которые 10 главных органов человеческого тела, главных по этому поводу, которые соответствуют 10 сферот тумы, нечистоты, которые человека влекут ко всем оверот, которые можно, оверот химды и таавы, и вот иждад, человеку, которого есть дад, знание, о котором мы уже говорили, маамескох, оно придает ему силы, и это лихойра, то же самое, хохма, которая дает силы, и дад, которая дает силы, но здесь есть оттенок, если раньше мы говорили, хохма дает силы, борьбы с теми видами чувств, которые приходят изнутри, милы гав, изнутри, то дад дает человеку возможность воевать с теми силами, которые приходят милы бар, снаружи, и об этом сказано, хозак в эмец, мы все время говорим, милы гав, и об этом получил, брохот, машра бейн, рак хозак в эмец, рак миод хозак, усилься, укрепись, я не знаю, крепись, держись, я не знаю, как по-русски слово сказать, хозак в эмец, то есть, пусть воспользуйся теми силами, которые у тебя есть, хозак, это против тех соблазнов, которые идут мебихуд, снаружи, эмец, это то, что идет мебихним, а именно, Тора, она дает силы и дает коах, дает маамадз, усилия и силы, то есть, это внешние и внутренние атрибуты, это соответствует внешним и внутренним силам, поэтому слово коах и слово маамадз, это и то, и другое переводится на русский, как слово сила, но они соответствуют внутренним и внешним, то есть, те силы, которые нужны противостоять тому, что находится снаружи, и силы, которые нужны для того, чтобы противостоять тому, что вы внутри, для того, чтобы бороться с своими внутренними желаниями, говорит Шлома Меллах, что для этого нужно использовать хохму. Хохма, которая может помочь себе настроиться на то, что внутренние какие-то желания должны быть подчинены хохме. Но когда яцергора приходит снаружи, этот вид яцергора, я не знаю, кто из них сильнее, кто слабее, мне трудно сказать, но это немножко другой вид яцергоры. И поэтому здесь нужно даат, нужно так, чтобы ты уже все свои внутренние ощущения построил так, что внешние вещи, которые к тебе приходят, не произвели такого впечатления, чтобы вся внутренность включилась. Для этого внутренняя часть должна быть уже полностью подчинена. Поэтому здесь тебе нужен даат, который подчинил внутренние виды соблазнов для того, чтобы справиться с соблазнами внешними. Это то, что здесь говорится. И получается, что слово Моамас, Эмец, сила и коах, коах это внешняя сила, а Эмец это внутренняя сила. Я это говорю, но я не совсем в этом уверен, потому что есть несколько мест, где Агро объясняет ровно наоборот, коах внутреннее, а Эмец внешнее. И в каких-то из них он считает это, вероятно, там в книге, я не помню сейчас где, у меня тут записано, в книге, в книге, в книге Иова. Он это объясняет. И судя по всему, что там это лавдавка. Там это просто есть Хазак ОМС. И неважно, в каком порядке объяснять. Но судя по всему, что здесь, во всяком случае, Перуш Гаона, который здесь, он четко совершенно пишет, что Моамас это то, что касается внутренней части, нет, наоборот, внешней части, а Хазак это то, что касается внутренней части. Но предложение считается, в общем, более или менее понятным способом. Он идет близко к пути Мальбима, только немножечко Перет, немножечко уточнил, какие инокудот точно дают даты, какие инокудот точно дают хохма. Но сколько мы их в общем части уже обсудили, то поэтому сам Перуш Гагро получился очень коротким. И мы можем двигаться к следующему пасуку, пасуку номер 6, который говорит. Ибо обдуманно будешь вести войну свою и помощь в силе советника. Окей, появляется еще один Мусак, Мусак советника, о чем идет речь. И говорит Шлома Амеллах, теперь на Лашон Акодыш, Потому что действиями будешь ты вести войну, а спасение, оно во многих советах. Что это означает? Начинаем, как обычно, с Мальбима, который говорит, что тахбулот. Тахбулот – действие. Сейчас я подумаю. Одну секундочку. В другом месте Мальбим в переводе слов говорит. Ну давайте попробуем, я не знаю. «Дорога глупого является прямой в его глазах, но тот, кто слушает советы, он хахам, он мудрец». Понятно, что здесь что-то похожее произошло. Может быть, я сделаю так. Сейчас мы разберем немножко этот пасук, а потом посмотрим, надо ли касаться того. Говорит Мальбим, я уже упомянул, что для... Сейчас, еще одну секундочку. Топ, нет, здесь мне не поможет. Я уже упомянул раньше, говорит Мальбим, что для войны недостаточно одного совета. Я не помню, просто здесь какая-то опечатка, я не знаю, не помню точно место. У нас было обсуждение, что для того, чтобы одержать победу в войне, нужно советоваться со многими. И потом выбирать лучший вариант. И должен быть кто-то, кто охраи, кто-то, который является ответственным за то, чтобы выбрать правильный путь. Но имеет смысл получить советы от многих людей, потому что каждый будет смотреть со своей стороны. И это польза понятия совета. Но в результате Ле-Ахрия принять решение необходимо кому-то одному. Так вот он говорит о том, что для войны недостаточно одного совета. Потому что враг, у него тоже есть советник. И нужно много тахбулот, нужно много действий, которое соединяет между разными видами советов. Таким образом, Мальбин переводит слово тахбулот, действие, как перевод слова действия. Это гахро, соединение между разными советами и решение, по какому пути пойти. То есть всегда, когда встает какой-то вопрос, у человека есть несколько путей. И у него открыты эти все пути. И выбор правильного пути, причем не одного пути. Обычно это соединение нескольких разных путей вместе, соединение этих советов для решения проблемы. Это переводится словом тахбулодействие. Потому что действие делает тебе войну. И он говорит, что для того, чтобы делать войну, недостаточно получить совет от кого-то одного. Нужно проконсультироваться со многими и соединить эти советы вместе, для того, чтобы выбрать правильный путь. Что против каждого совета отдельного встанет враг, у которого будет другой совет. Ты выбираешь какой-то путь, то этот враг, у которого против этого пути что-то есть уже. Поэтому для войны нужно много советников, чтобы каждый дал разный совет. Потому что все виды советов, они все нужны. Все эти пути, они пути правильные. Мы говорим о яцим, о советниках, которые дают правильные советы. Советы Торы. При этом каждый из них правильный. Но против каждого из них есть совет врага. Имеется в виду яцаргары. Поэтому нужно получить много советов. И сделать путь, по которому ты идешь, должен быть муркаф. Он должен состоять из нескольких советов, которые ты получил. Это Милхама. И это пример по поводу войны души против своих врагов. Что невозможно ли на цель, невозможно победить с помощью одной хохмы. Потому что нету какого-то одного совета, который Милхат, который для всего годится. Потому что так же у врага, который приходит к себе вороться с душевными проблемами. То есть война против материи, против духа. У него есть тоже советы, которые миднагдимлы из от хохма. Которые будут против советов твоей хохмы. И нужно, чтобы собрались все советники души. Это хохма, бина и дат. Одной хохму недостаточно. Нужно собрать все советники. Это хохма, бина и дат. Что дат, она может постичь идея Брура четким знанием. И может поставить эти тахбулот и соединить их против Ецергоры. Которые связаны с Таевами и с другими видами Ецер. И только тогда, Яамитского, и только тогда будет усилено то действие, о котором мы говорим. И силы вырастут. Если коротко сформулировать, то Шлома Мэла хочет сказать, что вся человеческая жизнь это война. Между двумя видами Ецера, между материями и сознанием. И какого-то одного совета для этого будет недостаточно. Нужно сделать тахбулот, то есть соединить советы. И сделать их таким образом, построить их таким образом. Чтобы был какой-то общий путь Муркав соединенный. Поскольку против каждого совета может встать какой-то другой совет Ецергоры. И только вместе соединив это. То есть для этого нужны хохма, бина и дат. И когда это входит в соединяющую линию. Линию, которая дат, которая соединяет и михаберит. Все становится единым целым. Только тогда можно достигнуть чуу. Спасение от Ецергоры. Которая заключается в том, чтобы этих советов было много. Это кратко то, что сказал Мальбим. Я думаю, что то, что мы там читали, не так обязательно. Потому что... Сейчас, одну секундочку. Мне кажется, что... Просто... Мы читали примерно то же самое. Да. В общем, ничего нового мы не добавим. Теперь. Гаон. Здесь очень короткий комментарий, который дает Гаон. Но попробуем с ним разобраться. Он идет немножко по другому пути. И говорит. Что... Действия вызовут, сделают так, что можешь быть способным вести войну. Что это за действия, о которых идет речь? Это митцвот. Это заповеди. Что это заповеди делай, заповеди не делай. Что поэтому нужна война. Для того, чтобы воевать с Ецергорой. Которая задача... Это левотель аннулировать тебя. Убрать тебя от митцвот делай. И уговорить тебя нарушить заповедь не делай. Это основная задача Ецергора. И для того, чтобы вести с ним войну, нужно нарушить его план. Нарушение его плана, это заставить себя делать заповеди делай. И заставить себя не нарушать заповеди не делай. Хотя для каждого из них будут какие-то аргументы, почему именно эту заповедь надо сейчас не сделать. Или именно эту заповедь можно сегодня нарушить. Единственный раз. Не дай бог не два раза. Просто именно сегодня это будет правильно. Потому что будут далеко идущие вещи. Ты можешь выиграть с этого нарушения так много, что потом куча митцвот, которые ты будешь соблюдать и так далее. Надо сделать многоходовую комбинацию. Вот сейчас я заработаю 25 миллионов долларов. Правда, я верю. Немножко прикраду. Обисовываю. Сварую. Но зато потом я дам такую сдоку на изучение Тора, что просто хоть стой, хоть плакай. И в результате этого человек начинает делать эверот. Поэтому тахбулот, который должен делать человек, действия, которые должен делать человек, это его необращение внимания на эсергору и делать митцвот асе и не нарушать митцвот лот асе. Это первая часть пасука. В отшуабы рофу яц. Отшуа приходит через много советов. Что такое много советов? Говорит Гаон Мивильна, что это медот. Качество человека. В другом месте Гаон говорит, это было первое издание Гаона на эту тему, он говорит, что это садот Торы. Это тайны Торы. Потому что что такое советы, которые могут помочь человеку не споткнуться о антисоветы, я не могу найти другое слово, ецаргоры и продолжать свой путь в Торе и в митцвот? Это медот человека, его качество и понимание садот, понимание того, что делает человек в тот момент, хотя бы какое-то приближенное понимание, полного понимания не может быть. Что достигает человек в тот момент, когда он делает какие-то митцвот. И люди, которые понимают сот митцвы, они как бы настолько приближаются к пониманию того, что происходит, что им намного тяжелее удержаться с помощью ецаргора от соблюдения митцвот, Им намного легче сделать какую-то митсу, несмотря на какое-то качество, которое ему мешает, например, качество лени. Таким образом, митсвот и садот – это две части того, что помогает человеку в том, чтобы одержать спасение. И они нуждаются в многих советах. Для того, чтобы человек постиг, достиг хороших качеств, ему нужно советоваться. Что значит советоваться? Здесь Гаон имеет в виду в прямом смысле этого слова. Надо изучать то, что приводит к хорошим качествам. Надо много изучать Тора, надо советоваться, задавать вопросы. Потому что для делания митсвот достаточно действий. Потому что, в принципе, выучить, что здесь делается так, здесь делается так, это можно, это нельзя. Коротко выучить. Это, в общем, относительно легко сделать. И человек, который этим серьезно занимается, он может спросить, достигнуть и так далее. И знать это, находясь в состоянии, когда он в состоянии делать тэгблот действиями цвот осе и митсвот лот осе. Но, когда мы говорим о спасении от Ецаргоры, всего, что мы говорим, достаточно, чтобы вести войну и, может быть, удерживать свои позиции, даже побеждать в маленьких схватках, драках и так далее. Но спасение от Ецаргоры – это улучшение, изменение митсвот, это познание садот. И все это тайн, и это все требует советов. Что это значит? Есть четыре вещи, о которых говорится в этих псуким, говорит Гаван. Хохма, Тора, Митсвот и Митсвот. Слово БС, БОС, то есть усиливаться, дает силы. Это Хохма, про которое сказано Хохма Таусла Хохам. Хохма усилит Хохама. Бэма и Мазин на Тива. Еще один псук, который говорит, что к Хохме относятся понятия С, понятия сила под названием С. Еще один псук есть. И это четыре уровня. Хохма, Даад, Бина и Ица. Есть четыре уровня, о которых идет речь. Хохма, Даад, Бина – это более или менее понятно, Ица – это совет. Ица – это тоже вид Даата. То есть, когда человек в вольном переводе, просто обычном, дословном даже, а не вольном переводе, человек, который получает Ицу, получает совет и действует на основании того совета, который ему был дан. Это Ица, которая приводит человека к пониманию и, соответственно, к состоянию Даата. Но Даад находится бифним внутри человека. Ица – это то, что приходит снаружи человека. То есть, Гевер Хохам – это Хохма. Человек, который мудрый – это Хохма. Иждаат – это Даат. Тахбулот – действие, которым ты делаешь. То, что руководит Митцвот – это Бина. Это состояние Бина. Ну, Бина. Мы уже много раз обсуждали. Как сказано, Венавон – мудрый человек. Тахбулот – Икне. Он приобретет действие. Он будет знать, что делать. Роф Йоэц – это разновидность Дата, которая связана с Ицой. То есть, та часть Дата, которую человек не может приобрести полностью самостоятельно, ему нужно ее приобрести извне, постоянно находиться в советовании с собой, с другими людьми. И для того, чтобы решить какую-то проблему, он должен соединить много Тахбулот, много действий Митцвот-Асэ и Лотасэ. Но это не приведет к понятию спасения от Йоцаргора. Чтобы полностью спастись от Йоцаргора, как мы с вами уже говорили, нужно находиться в состоянии Дата, в состоянии Хибура настолько сильного со своими знаниями, что они полностью руководят твоими ощущениями. Достигнуть этого Хибура можно двумя путями – самостоятельными размышлениями, это да, от пними, и постоянными советами, вопросами, выяснениями. И даже не выяснением у кого-то, а вот как мне делать в этой ситуации, нет. Ицу можно брать, совет можно брать у самого себя. Но постоянное состояние размышлений и решения каких-то проблем – это и есть та Ица, которая может привести к тому, что можно каким-то образом победить вот эти Йоцаргора материального мира, в том числе Таевы и Химда, о которых мы говорили. Вот, это еще один подход, который нам раскрывает Гаун Мивильно в том, что сказал Шлома. И таким образом, соединив это, мы увидим некий Пшат в этом пасуке. Теперь переходим к седьмому пасуку, к следующему. Говорит Шлома о Мелах. Высоки для глупого знания, не открывает он рта своего в воротах. Немножко проговорили про Хахама, так чуть-чуть. Теперь говорим про глупца. Но говоря про глупца, здесь тоже мы видели уже с вами неоднократно, что есть несколько слов, которые на русский невозможно перевести иначе, чем слово «глупец». И посмотрим, о каком из них здесь идет речь. Говорит Шлома о Мелах. Рамаут лавиль хахмод бешаар лоэфтахпива. Раамут, я неправильно прочитал. Раамут, это... Раамут, как он его перевел-то? Высоки. Раэм – это поднятие, вознесение. Высоки для Авиля, для глупца знания. Бешар в воротах, он не откроет рта. Значит, слово «раамут» объясняет Мальбим, что переводчик на русский язык перевел неправильно. Говорит Мальбим, что такое рамаут? Это вид драгоценных костей и камней, про которых сказано, что они приходят сверху. Рамаут вагавиш – это два вида драгоценностей, которые самому невозможно приобрести. А виль, мы перевели это как слово «глупец», это человек, который все время сомневается. Как я уже написал в нескольких местах, говорит Мальбим, «пиф, уста не произнесут ничего в воротах». Это намек на то, что любой дебур, любое высказывание, кох дебура, оно выходит из хохмы, из мудрости. Поэтому у животных, понятно, что животные по разуму, по мудрости, они немножко отличаются от человека. Поэтому у животных нет возможности лидабер, нет возможности разговаривать. Разговор мидабер – это человек, это тот, кто по своему уровню выходит на состояние лидабер, которое дано ему как одно из мотанод, когда Всевышний вдохнул человеку на фишхая и стал человеку живой душой. То в это время Анкелус переводит Таргум, перевод на армейский язык Анкелуса переводит «стал человек живой душой». Он написал «руах мимале» – «дух, который разговаривающий». Поэтому человек всюду отличается от животных, он называется «дарга» – ступень, которая называется «мидабер» – «говорящий». И вот теперь смотрим, как Мальбим уже обсуждает этот пасук, не как перевод слов, а как более длинное обсуждение. «Раамут лавиль хахмот» – вот это вот высокий драгоценным камнем для глупца является мудрость. Авиль – это человек, который гефих, полностью противоположность антоним тому, о чем говорили предыдущие псыхи, а именно «иждат» – человек, у которого есть «даат». Не только у этого человека нету ясного понимания, ясного знания, бемафтэйга «даат», чудес, который дает понятие «даат», но он мистопек также на хоккей хохма. Он не только не достиг уровня, когда его хохма перешла в разряд хибура, соединения с его медот, качествами, но он сомневается во всем, что говорит хохма. А не только не перешла в систему «даат», в систему связи, в систему хибура, но все, что он слышит от хохмы, у него возникают вопросы. И поэтому хохмот для него – это «кираамот», то есть это вещь, которая приходит сверху. Невозможно самому достать этот камень «раамот», что у разума нет возможности постичь хохму Всевышнего. Человеческий разум, он несколько у разных людей по-разному, но так, если округлить, то немножечко туповат. И, во всяком случае, даже у самых больших гаоним он недостаточно высок для того, чтобы постичь мудрость Творца. И когда мы говорим об этом глупце, который не только не может ее постигнуть, но и подвергает сомнению все, что ему сообщается, хохма, который ему сообщает что-то, не только он ее не переваривает и не превращает, и не переводит его в систему соединения с действиями, но она вызывает у него постоянные вопросы, постоянный свекот. А правда ли сказали, а может нет, и так далее. Поэтому в воротах, когда идет война, глупец не должен открывать своего уста. Почему это называется ворота войны? Ворота – это проход, проход, соединяющий Ецарготов и Ецаргора. Так в этом проходе, во-первых, люди обычно воевали в воротах, воротах делали во время осады и так далее, делали всякие засады. Там шли бои. И то же самое происходит в воротах, где Ецаргора и Ецарготов соединяются, место вот этого соединения. Как сказано, и добру это Эвэббышаар, что будем говорить со своими врагами в воротах. Потому что враг, он хочет войти в осажденную крепость через ворота, и его не пускают. И это милхама, это война. Она происходит через речь, через уста, через разговор. Штупе – уста – это намек на понятие хохма. Потому что хохма, она передается через уста, и с помощью хохмы можно поразить врага, победить врага в воротах. Поскольку мы говорим про Авиля, про глупца, про человека, который с хохмой, как мы договорились, немножко бы дявит, немножко плохо дела обстоят, то ему говорят, что он не может открыть рот во время, когда они находятся в воротах. А враг входит через ворота, и поэтому завоевывает город. Поскольку если глупец откроет слова, то вместо хохма оттуда выльется глупость, то, соответственно, все Эцот, все советы, которые он может дать, их лучше не принимать, а он дает советы. Поэтому ему дается распоряжение, сообщение о том, что тебе лучше помолчать. Поскольку то, что ты скажешь, это приведет к победе врага. Я напоминаю, что мы говорим про конфликт между материальным и духовным миром. Мы говорим про конфликт между душой и телом, между Ецархатов и Ецархара. Разбираем этот конфликт на примере Таавот, Хемдот и всяких видов Ецара, которые приходят. И вот тот момент, когда Таава приходит через ворота, чтобы войти в осажденный город, то есть в душу, и договориться с душой, что давай мы сейчас перекусим или еще какую-то авэру сделаем, более простой путь. Сделаем что-то запрещенное, и человеку этого хочется, потому что его тело видит, пробует, нюхает, видит, бежит, трогает, щупает. Все 92 удовольствия, которые могут быть, 10 органов, которые этого хотят, то единственное, что может противостоять против этого, как мы говорили, это хохма и дат. И в тот момент, когда Авиль, это человек, у которого не только дат, но даже до хохмы не дотягиваются руки, поэтому все его мысли будут наоборот как проиграть, а не как выиграть, несмотря на то, что он будет думать, что советы, которые он дает, они позитивные, но в очень короткий срок будет увидено, что это не то, что требуется. Гаун говорит здесь очень мало, он говорит, раамут лавиль хохма, раамут это драгоценный камень, который называется раамут, как сказано, он приводит еще несколько мест, где этот камень указывается, в книге Иова два места, где этот камень указывается, он приводит, нет, одно. Он приводит, что раамут, вагавиш, это два вида драгоценностей с неба, их невозможно вспомнить, достоиться, и мудрость, она дороже, чем жемчуг. И говорит, что у глупца понятие хохмот, мудрость, это как драгоценный камень, который ему никак невозможно достигнуть. Ему это очень тяжело, и даже если он очень близко, то он не может его постичь, понять, постигнуть. И даже сам ухлала шар, и даже если он находится прямо около него в воротах на колони Сибири, он также не может это сделать и не может открыть свои уста, для того, чтобы эти уста воспользовались советами мудрости, и, соответственно, он проигрывает этот бой. Это то, что говорит Мальбим в этом пасуке. Не Мальбим, а Агро в этом пасуке. Вот, таким образом мы прочитали пятый, шестой, седьмой пасуг, и Боэзра Дашим продолжим. Может быть, после того, как если нам объявят перерыв из-за того, что есть СЭГР, закрытие всех учреждений и так далее, то нам нужно будет сделать перерыв. Может быть, нет, это вы узнаете потом. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok